друзья мои здравствуйте дорогие я вас безумно рад приветствовать в этом новом выпуске моего персонального челленджа продуктивности где я призываю вас не оправдывать себя тем что у вас нет времени и самого себя вместе с этим подстегиваю пробивать протолок моей продуктивности вы же знаете у меня пг марафон в полном разгаре где у нас 90 человек стараются изменить свою жизнь каждый день я при этом стараюсь выполнять еще свой родительский долг и и оставаться достойным и хорошим мужем для моей супруги и при этом стараюсь делать каждый день видео на youtube канале сегодня ребята в рамках нашего проекта который длится целый месяц мы разбираем новый вопрос который нам задала юлия михайлусова в социальной сети контакт и ребята если у вас есть любые вопросы а поверьте мы разбираем читаем и будем отвечать на каждый пожалуйста пишите их под этим видео в комментариях конечно раскликивайте описание этого видео подписывайтесь инстаграм остальные социальные сети добавляйтесь и задавайте ваши вопросы поехали разбираться вопросы от юлии звучит примерно так как избавиться от рпп ребята рпп это синдром расстройства пищевого поведения мне не особо помогает периодическое голодание дефицит держать практически юлечка говорит невозможно голод 48 72 часа дело и все равно через пару дней я возвращаюсь к переедания очень грустно это осознавать но я не справляюсь самостоятельно что делать алексей юлечка огромное вам спасибо за этот прекрасный вопрос поехали разбираться юлечка в классической схеме лечение рпп делится на несколько систем первая система это такие курсы своеобразные которые помогают вам в течение нескольких шагов этой программы из которых состоят эти курсы понять что у вас есть проблема и как вам с ней бороться второе решение этой проблемы вы идете к психотерапевту или психиатру который вас будет шпиговать всячески гормонами которые будут поднимать уровень ваших допаминов и вы будете счастливая довольная и вы не будете переедать но при этом вы будете все равно на химической терапии которая будет раз искусственно делать счастливой а в первом же случае когда мы ходим с вами на курсы мы как бы приобретаем знания но мы все равно остаемся зависимым человеком от еды и во время стрессов особо сильных стрессов могут такие методики не дать результат потому что вы сорветесь и пойдете лицом топиться в тарелку с медовиком или солевье потому что вы будете заедать стресс вот тем и плохи эти способы групповых терапий химиотерапии которые будут вам искусственно замещать ваше собственное одно решение и сейчас мы о нем поговорим юречка самое главное что вы должны осознать это то что ваша рука открывает холодильник самое главное что вы должны осознавать это то что ваша рука берет кусок этого торта или эту ложку и вы начинаете наворачивать безмерные порции удовлетворяя свое собственное внутреннее пустое желание наестся что в этой ситуации делать я вам сейчас расскажу но до того как я вам расскажу всю правду юлечка вам нужно понять один действующий самый элементарный механизм вашего организма который включается во время компульсивных перееданий это выработка дупаминов элементарная ваш мозг дает вам возможность получить кайф и расслабиться от того что вы едите и чем больше вы едите неконтролируемо тем больше он выделяет этих гормонов счастья и радость знаете как иногда говорят что молочный шоколад это гормон сладости херня это все сахар сахар это наше все мы как гребаные мухи летим на этот сахар или в вашем случае вообще пофигу какие калории и мозг вознаграждает нас этим удовольствием он вырабатывает эндорфин и мы такие да когда мы не едим или воздерживаемся мы несчастны и это самая главная проблема в том что в первой схеме разных групповых терапий вам как бы заменяют ваше осознание реальности и как бы вам говорят что нет нет не ешь и ты как бы на силе воли пытаешься выжить и вытянуть это все но сила воли заканчивается в момент замещения ее огромным стрессом во втором случае когда вас доктор шпигует транквилизаторами вы как бы заменяете эти эндорфины которые вы получали до этого от мозга после переедания и естественно вы не передали как только вы отмените препарат все возвращается на круги своя единственный способ это заставить свой организм вырабатывать эндорфины не через еду это самый действенный самый мощный и единственный здоровый способ который вы можете пронести до конца своей жизни это способ называется спорт этот способ называется я вижу в зеркале как я меняюсь я получаю от этого удовольствие это способ называется я здорово чисто питаюсь не потому что на меня на ралли в этих гребаных курсах а потому что я вижу результат от своих огромных трудов прийти к такому результату будет нереально сложно и это подвластной единицам людей потому что употреблять транквилизаторы прописанные врачом это легко а то о чем я вас прошу то о чем я сейчас кричу на весь этот гребаный проспекты это тяжелый труд это не просто глупая слепая дисциплина которые вас будут учить это видение конечной цели это ваша ваша мечта изменить себя и каждый шаг который будет приближать вас к этой мечте каждый шаг который будет срезать гребаные пол килограмма или один килограмм каждый шаг который будет срезать 10 грамм каждый шаг когда вы каждый вечер не откроете холодильник а возьмете морковку и съедите ее каждый вечер когда вы лежите спать пустая по принципам 48 часов голодания каждый вечер приближает вас на один шаг к вашей мечте и только такая тренировка сможет сделать из вас человека который не будет привязан к слепой вере каких-то курсов или к транквилизатором из бутылки только получая удовольствие от тренировок в зале и не говорите себе что вы их не любите поверьте мне когда вы будете заниматься полгода просто заставляя мать его себя идти в зал просто полгода когда вы вслепую делаете какие-то вещи которые вы не понимаете вы увидите этот результат и вы поймете о господи я же изменилась и вот тогда вы почувствуете выработку этих эндорфинов и вот тогда вы почувствуете что это работает вам не нужно заменять искусственно вам не нужно заедать но это тяжелый процесс это тяжелейший труд на самим собой это самая тяжелая работа не думайте что вы чем-то больны вы пришли к расстройству пищевого поведения из-за самого себя и вы же сами себя из него вы видите потому что это в ваших силах это вам мой ответ на вопрос что делать с расстройством пищевого поведения огромное вам спасибо за него обязательно ребята подписывайтесь на этот канал ставьте лайк этому видео и пишите ваши вопросы внизу друзья мои и будьте здоровы